итак приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет сегодня 9 мая погода не совсем хорошая потому что я посмотрел какая была погода в прошлом году на 9 мая позапрошлом году и погода была в разы лучше ну да ладно в любом случае пока нет дождя я думаю может быть что-то все и у нас успокоиться растаканится и все будет прекрасно и даже за меча тельно но мы с вами потихонечку потихонечку едем у меня с утра просто безумно болит голова самое интересное что я не пью но голова болит а все почему правильно гаш мальчишка потому что это старость ну реально старость как бы я уже даже даже спорить не буду кого говорите мне там обзывайте меня старым там старым старым ну ладно вы меня обзываете я тоже долгу не останусь я тоже раз отвечу жестко ну реально отвечу жестко ладно что ребята бензин стоит на 62 рубля 15 копеек 100 90 не 100 и 90 стоит сколько там 55 рублей ну и давайте все-таки посмотрим что же такого интересного у нас происходит сочи пара гремит салют ну во всех получает частях большого сочи этой лазерском районе и надлеровском и соответственно в центральном и хостинском ну и конечно стоит будет прям прям нормально все будут думать что уже не задам какую-то не началась а закончилась вот так россиянка рассказала как потерять 8 килограмм из-за испорченного отдыха в горах сочи россиянка это девушка 50 лет которая живет своими принципами своими законами она с молодым человеком ну как с молодым человеком с такими же как она приехала на красную поляну и в первый же день как вы догадались она что-то поела и чем-то отравилась и в итоге она стала обниматься с унитазом и и молодой человек ее ровесник 50 лет пошел и купил всевозможные лекарства для того чтобы ей стало легче но она сказала что лекарства пьют только лохи и она принципиально не пьет лекарства и не стала пить лекарства потому что как мы разобрались выше только лохи пьют зачем ходили в аптеку зачем она посылала в аптеку непонятно если она знает что он не будет пить никакие лекарства в итоге как это у нас не следовало ждать ожидалось ротовирус ибо нефиг лизать то что не лижется ибо нефиг нацовать свой нос куда нормально собака свой тоже нос не сует но женщина если 50 лет точнее девушка 50 лет то ей это можно по итогу что да ничего по итогу за 10 дней минус 8 килограмм дальше чем 200 метров от туалета не уходила и так далее ее парень кайфанул потому что и не как бы он уходил гулял ему никто не трахал мозг и он был самый счастливый на свете в общем отдых удался мораль за басни такова когда вы едете отдыхать куда-нибудь да если у вас вдруг случилось какое-то отравление или еще что-нибудь и даже если вы женщина 50 лет точнее девушек 50 лет засовывайте свои принципе себе в одно место и поглубже если вам дали таблетки на таблетки пить и все и адвок обучиваться я не понимаю если ты не пьешь таблетки зачем ты пошла в аптеку за таблетками я не понимаю этой логики ну да ладно мне в женскую логику очень тяжело понять поэтому и один одиночник поэтому никто меня такого красавца не может захомутать ладно россиянка а нет не россиянка это россиянин россиянка бы не додумалась бы это как бы у нас обычно умные кто мужики вот россиян рассказал как слетать в сочи за копейки он сказал что вы знаете ребят в сочи в принципе в целом можно слетать за копейки если вы заранее возьмете авиабилеты соответственно можно там за полторы тысячи как бы поезд стоит два раза дороже за полторы тысячи можно сказать но это нужно искать нужно заранее так далее совет дал так совет я вот прям шоке а еще сказал что если покупать билеты последний день то цена может быть высокой не верите господите максима коломенца который со стамбула улетела за 70 тысяч рублей ну бывает такое бывает россияне раскупили половину номеров в отелях на черном море потому что умные россияне но это больше мужики да они понимают что не надо рисковать покупать или бронировать отеля где-нибудь в другом месте не геленджик не новороссийск не тому подобное потому что непонятно сколько еще пройдет про тысяч партянец это прекрасная спецоперация в кавычках и соответственно сочи это стопроцентный гарант что можно забронировать приехать отдохнуть вот как бы так ладно что у нас дальше 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 сочи поздравляет ветеранов 77 годовщины великой победы мэр города прошелся и поздравил пару ветеранов показал всем пример хороший сделал фотографии показуху такую небольшую сделал и все вот тебе счастье вот тебе счастье а тем временем на трассе джубга сочи опрокинулся бензовоз офигеть просто можно а еще сам прикол что в центре сочи загазделелся пассажирский автобус непонятно что одно сосуду с моторного отсека это никакие не теракты забоятся ехать в город сочи нет нормально а тем временем сочи как бы таксист таксист взял и избил женщину сбил на машине просто не сбила сбил он как бы когда вопрос зачем вы сбили женщину я просто хотел на секундочку сделать счастливым ее мужика потому что ну реально хоть кого вот женщина затрахает но как бы и не в том смысле а в другом переносом смысла так будет просто дорогой я заболела мне 50 лет сходи в аптеку срочно в аптеку сходил ты купи все купил там от ротовируса все я забыла я же таблетки не пью не употребляю поэтому я буду буду блевать буду ходить в туалет через каждые три секунды но все равно эта таблетка волшебная я принципиально пить не буду слушая зачем 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 я тогда ходил вот тут вот лекарства искал зачем это я не знаю зачем ты пошел очень мне не знаешь что ли я сначала хочу потом не хочу еще не знаешь меня ну как бы так а тем временем тем временем тем временем тем временем тем временем тем временем слушать а тем временем все тем временем вчера ничего особо не было вот как бы так ничего такого не было все ждали что вчера закончится спецоперация сегодня об этом за этом торжественно смогут озвучить там еще на самом деле ничего не закончилось ничего не озвучили ничего не произошло такого и так далее в общем какая-то шляпа происходит вот так бы так это происходит шляпа 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 дать это есть и есть такие анекдоты от которых за задор рассказывал да еще до спецоперации и эти все анекдоты все сейчас сбылись один в один и знаете как как-то вроде раньше над этими анекдотами ты смеялся а теперь как-то становится даже немножечко грустно грустно печально как так ну не знаю как ну так вот ну так вот происходит вот как бы так но у меня мастер перебывания не только я ну и мастер перебывания у нас в том числе и мой папа папа вчера съездил и посмотрел незаконченный ремонт у моего брата на министерских озерах и ему понравилось место ему понравилось все по понравилась квартира и так далее ему все понравилось и в целом да в принципе даже я не быть там скорее всего может с вами жили ну конечно сбытка не сравнить но в крайнем случае в крайнем случае ну там по реально прикольно вот как бы так хотя когда я предлагал отцу там папа сказал даже под расстрелом он туда не пойдет с мамой вот такая штуковина ребят злая злая штуковина поэтому что хочет сказать да ничего не хочется сказать хочется всех поздравить с днем победы хочу вам пожелать мирного неба над головой ну и конечно же помимо всего хотелось бы хотелось бы хотелось бы чтобы быстрее закончились всевозможные спецоперации и тому подобное но и все у нас в нашем прекрасном мире как говорится устаканилось да устаканилось устаканилось так блин как сейчас как алкаш стал говорить как это женщина которая на 8 килограмм похудела блин не устаканилось чтобы все было у вас хорошо вашей жизни прекрасно и замечательно вот как бы так поэтому я думаю все у нас будет все очень хорошо будет но у меня сегодня голова безумно сильно болит поэтому все будет коротенькие новости вот как бы так коротенькие будут новости на этом я с вами прощаюсь ребят вам всем добра ну и конечно же пока